Они уже знают, кем станут, когда вырастут первичные навыки будущих профессий. Эти ребята уже приобрели. В свои 6, 7 и 10 они умеют программировать и конструировать. Я уже давно разговариваюсь и сложно в этом. Для меня ничего нет. Однажды к нам в школу пришла Лига роботов. И я сразу понял, что я очень хочу заниматься робототехникой. Ну, я уже много чего научился. Ну, и вот уже пришел на Олимпиаду. Поначалу было чуть-чуть сложно, но потом эти трудности пришли. Я могу программировать на двух языках и собирать конструкцию. Порядка 250 участников со всего Крыма и даже из некоторых регионов Краснодарского края. Ребята соревнуются на нескольких площадках. Вот, например, в этом зале состязаются три категории участников. Младшие, средние и старшие. Для первых требования запрограммировать робота так, чтобы тот сортировал условные фрукты по цветам. Вторая категория занимается точным земледелием, а роботы третьей категории – доставкой продуктов. На следующем общероссийском этапе задания будут сложнее. Ребят к ним уже подготавливают. Отрабатывается у нас уже данное задание. Отрабатывается. Дети к нему готовятся 3-6 месяцев в среднем. Прорабатывают конструкцию, прорабатывают программу. Потому что есть всегда доп. задания, которые ребенок, если он не сам создавал робота, то обязательно это проявится доп. заданием. Он не сможет его решить. Это очень важно на Олимпиадах использовать. И дети, в общем-то, подготовленные сюда приезжают. Они знают, что у них все получится. На этих площадках воспитывают будущих специалистов. Кроме того, Олимпиада – кузница абитуриентов на компетенции программирования и инженерия. Посоревноваться с крымскими робототехниками прибыли эти ребята. Юные инженеры приехали всего на один день из Новороссийска и достойно показали свои таланты на Олимпиаде. Результаты довольны? Согласны? Молодцы. Поаплодировали. Роботы-бегуны, роботы-футболисты и даже роботы-домохозяйки. Это настоящее творчество и чудо. Юные изобретатели конструируют буквально то, что захотят. И, конечно, что принесет практическую пользу. Предназначена для автономного выращивания растений без помощи человека. Я ее конструировал около недели. В день уделяя по часа два или полтора. Моя установка сделана для того, чтобы исследовать рост растений. Сначала растения поливаются, определяется какая-то культура. Далее, если они выросли, то их, соответственно, срезают. Также конструкция при добавлении некоторых модификаций может ввести крафики, таблицы и тому подобное. Всероссийский этап Лиги роботов пройдет в городе-спутнике Казани Иннополиси. Там отберут сильнейших для участия в финальном мировом этапе, который пройдет в ноябре в Таиланде. В прошлом году россияне достойно представили страну в финале. Взяли пять медалей из восьми.